Говоря о лизинге, первое, что приходит в голову, это самолеты, железнодорожные вагоны и автотехника. Имущество, которое приобретают в лизинг, дорогое и значительное. Да и компания лизингополучатели, крупные игроки на рынке. А как же обычные индивидуальные предприниматели или даже физические лица? Им лизинг также доступен. Только они об этом мало что знают. Схема такова. Приобретая, например, авто посредством лизинга, человек выбирает поставщика и готовит необходимый пакет документов на рассмотрение и одобрение лизинга. После одобрения сделки покупатель оплачивает первоначальный взнос от 5 до 49 процентов и получает машину. Она будет числиться собственностью лизинговой компании. После всех выплат авто переходит в собственность покупателя. Подобная схема действует для любого имущества. Это достаточно молодая индустрия, быстро растущая. По экспортным оценкам ее размер сейчас превышает 4 триллиона рублей. И темп роста у нее двоузначный. Мы полагаем, что и в следующие годы она будет развиваться столь же стремительно. Это один из крупнейших рынок России. После банковского сектора по размеру денежных требований на клиента это второй по размеру сектор в стране. К 2021 году Центробанк при поддержке Минфина планирует завершить масштабную реформу в этой сфере. В результате лизинг может подвинуть даже банковские кредиты. Все нюансы рассказывали представителям отрасли на встрече, организованной с журналом «Лизинг-ревью». Необходимо обеспечить его надежность, чтобы не оказалось так, что рынок растет, но при этом не растет нестабильность на этом рынке. Раз. Во-вторых, нужно обеспечить его эффективность. Поскольку значительный объем государственных инвестиций в этот сектор осуществляется, нужно обеспечить, чтобы они, компании были надежные, чтобы эти деньги не были потеряны. Наконец, поскольку клиенты множатся, нужно обеспечить гарантией, что у клиентов надежные партнеры и что стоимость лизинга тоже будет приемлемая. Как уверяют специалисты, у лизинга большие перспективы, ведь этот финансовый инструмент имеет целый ряд преимуществ перед банковскими кредитами. К таким преимуществам относятся скидки от дилеров, льготы и субсидии для предпринимателей, снижение налоговой нагрузки для предприятий, лояльные требования к заемщикам, гибкий график потяжей. Это везде, где еще зрелость рынка на таком уровне, что банковские продукты являются для клиента больше надежными. А на самом деле лизинг – это самая хорошая поддержка предприятия. Но еще вот этого ощущения у клиентов нет. Чтобы обеспечить прозрачность рынка, Банк России создаст специальный реестр. В него будут включены только те компании, которые обладают уставным капиталом размером минимум 20 миллионов рублей. Особенностью дальневосточного рынка лизинга, безусловно, является его емкость. Если смотреть в целом на территорию России, то центральные регионы, конечно же, рынок лизинга развивается более интенсивно. Это связано в первую очередь с особенностями финансирования данной территории, как государственного, так и частного сектора. Наша компания на Дальнем Востоке, ее доля занимает порядка 15%. И, конечно же, нам бы хотелось, наверное, расти более интенсивно именно на этом регионе, но те правовые и государственные, я бы сказала, барьеры, которые существуют в настоящий момент, они не дают нам это делать. Очень чувствуется конкуренция крупных федеральных лизинговых компаний. Вроде как мы в находке единственная лизинговая компания самостоятельная, но, тем не менее, присутствуют, приезжают и при общении с клиентами слышно о крупных игроках на лизинговом рынке. У них, наверное, условия лучше? Они могут себе это позволить? Нет, не всегда. Условия сопоставимые. То есть, примерно у всех одинаковые условия. Будут ли условия лизинга улучшаться и упрощаться? Сможет ли этот инструмент конкурировать с банковскими продуктами для простых потребителей? И станет ли в конечном итоге драйвером экономического роста России? Покажет время. Катерина Матвеева, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.